здравствуйте друзья снова мы сегодня на моей кухне и уже давно меня спрашивают мои зрители вот из моих поделок показать как я делаю вот как я наношу вот такой вот красивый рисунок мой солнце извиняюсь на моей кухне очень солнечно сегодня вот как я делаю вот такие вот замечательные видите для всяких сыпучих баночки вот у меня их много вот наносится шпаклевка определенным образом вот так красиво получается и вы знаете это тоже для сыпучих видите баночка обычная из под кофе вот дальше я иногда оставляю белые иногда вот так вот их можно украшать видите сначала черная краска наносится потом золото сверху это обычная бутылка как вы видите вот она тоже вот этой вот техникой нанесения шпаклевки можно любые поверхности украшать и любым цветом их раскрашивать вот просят у меня ну я вам сейчас и покажу значит что для этого нам потребуется во первых нам потребуется шпаклевка жидкая вот такая уже готовая для внутренних работ для наружных для внутренних в общем шпаклевка и нам потребуется клей пва у меня вот он в такой упаковке потому что все английская но клей пва вы знаете любом месте можно найти также шпаклевку это шпаклевка английская филлер называется но найдите ту шпаклевку которая у вас продается в строительных магазинах значит мы должны из этой шпаклевки у нее в общем то еще такой как сказать ну смотря какая она по густоте но обычно она достаточно твердая бывает не очень густая поэтому вот сейчас это можно конечно если у вас есть желание переложить в любую какую-то емкость она потом легко моется отмывается без проблем ну я вот так вот знаете сегодня я делаю специально для вас это не мои какие-то конкретные поделки просто хочу вам специально показать как это все происходит то есть вы должны шпаклевку добавить клей пва какое-то количество клея до такой консистенции довести чтобы она у вас была такая густенькая вот как все это тщательно размешиваете шпаклевку с клеем пва и она должна быть у вас не жидкая и не совсем густая вот даже как бы вам объяснить на ну наверное чуть чуть по гуще сметаны ну или как вот знаете бывает если густая совсем сметана вот перемешивайте тщательно шпаклевку с клеем пв я беру любое чем можно перемешать я вот частности беру этот ножик такой он меня вполне устраивает ну вот я не заморачиваюсь по этому поводу вы можете размешивать чем вам удобно шпателем палочкой какой-то это нет проблем ну вот я как бы уже размешала видите если вам видно вот какая она получилась довольно густая она даже так вот она падает конечно с ножа но не льется вот приготовили теперь вы должны при естественно найти какую-то красивую баночку бутылочку вазочку то есть любую вещь которую вы хотите декорировать я покажу вам просто на обычной вот такой плотной бумажной картонной коробки как это все в общем то у нас происходит я покажу вам на ней значит первым делом мы должны обработать полностью очистить от жира от всего чтобы у нас держалась поклевка хорошо на поверхности должны очистить ее ацетоном вот что мы сейчас и делаем ну вот я смочила ватку ватный тампон и я вот так вот и и хорошенечко обрабатываю этим ацетончиком всю поверхность чтобы она у вас потом на не была жирная и чтоб потом у вас это ничего не облупилась чем лучше вы как это все протрете тем тверже у вас будет держаться он даже немножко краску я стерла но это не имеет значения абсолютно если вы хотите на стекло кстати вот на стеклянные банки у меня допустим такая да то есть вы точно также стеклянную банку как следует а протираете ацетоном обезжириваете то есть поверхность вот так теперь я беру нашу баночку которую хочу декорировать наш раствор приготовленный у меня его совсем немного потому что как я сказала я делаю специально только для вас и вот вот так вот тонким слоем вы наносите абсолютно не заботясь о том как она вас ляжет ну просто слой должен быть достаточно все-таки одинаковой толщины вот так очень легко вот наносится вся эта красота так как я говорю я вам просто хочу показать сам процесс нанесения вот этого красивого рисунка поэтому я буду не всю баночку закрашивать наносить на нее шпаклевка только часть но вы можете вот держа ее за края точно также аккуратно нанести это все полностью на всю эту баночку нанесли нанесли видите что мы делаем дальше друзья это просто сейчас будет у нас фантастика мы берем обычную кисточку вот такую какую-то акварельную уже использованную кисточку вот у меня есть такая была где-то вообще вы знаете такая уже практически без волос так сейчас найду слушайте у меня эти кисточек так много я же еще и рисую акварелью ну вот я вам с трудом нашла вы знаете уже когда кому чему-то привыкнешь ну то есть вот она у меня уже использованная была ведь она конечно свою щетинку потеряла но ничего страшного я ее до последнего использую вот берем вот эту она сухая мы должны ее немножко смочить водичкой так теперь берем эту нашу прелесть видного и вот так вот просто я начинаю водить как мне заблагорассудится по этой поверхности вот так видите что у нас получилось красота неописуемая если где-то вот видите я как бы сняла уже но потому что для кисточки наверно слишком много было волосинок все-таки надо брать очень тоненькие немножко чтобы было волосинок на кисточке тогда она лучше но даже если у вас такие вот получается пробелы ничего страшного вы их потом краской закрасить и ничего страшного вот мы просто легким движением руки нанесли и у нас получилось вот такая поверхность видите когда мы не даем высохнуть и декорируем дальше я даже уж коль скоро начала вам показывать может быть вот вы не поверите что это все так легко вот я сейчас даже на стекло нанесу у меня еще осталось тут разведенная вот сейчас нанесу на стекло точно также на стеклянную банку на любую поверхность которая вы хотите как я сказала уже для себя сделать красивую использовать дальше на кухне вот и не бойтесь абсолютно что она со стекла вся эта штука соскочит ничего подобного как я показала вам бутылка она стеклянная все прекрасно держится уже сколько лет у меня вот главное тут конечно не ошибиться с толщиной да ну то есть опять же я вам наношу только чуть-чуть ну потому что я это потом с мою естественно все для вас видно вам там а то я что-то и не смотрю на вот так нанесли взяли кисточку и поехали и поехали я не знаю я не закрываю вам своей рукой как я делаю все эти вензельки и всю эту красоту вот так тут ведь понимаете надо как вы понимаете надо угадать именно с тем чтобы у вас не растекалась то что у вас виднеется пробелы стекла как я уже сказала ничего страшного потому что мы это потом будем покрывать краской и все это у нас главное чтобы у нас был красивый рисунок который бы не растекался если слишком жидко вы разведете вашу шпаклевку то у вас растечется все и рисунка не останется вот видите как это все элементарно делается просто фантастика вот даем высохнуть этой красоте и дальше мы ее должны после того как она высохнет сначала покрасить черным цветом и даже не бойтесь что она у вас будет черная потому что дальше мы ее будем золотить значит вы знаете я экспериментировала с разными цветами с красным даже вот у меня есть бирюзовый цвет потом сверху белым наносила на красный наносила сверху золотой или серебряный вот эту пыльцу но вот почему-то больше всего я предпочитаю именно черный вот с золотом он смотрится просто грандиозно особенно вы знаете если у вас какая-то шкатулка или что вот значит для того чтобы покрасить в черный цвет нашу высохшую штуку я вам подскажу еще одну такую историю я использую обычную губку для мытья посуды то есть я ее беру вот так и защемляю в обычную прищепку видите и у меня получился чудесный спонжик который я потом окунаю в красочку да кстати краска какая краска акрил краска акрил вот такой как бы у меня готовый продается черный акрил вы мажете макаете наливаете в какую-то блюдечку макаете вот эту губочку и вот так вот все 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 вашу белую поверхность вы прокрашиваете в черный цвет после того как черный цвет высыхает вы очень и очень и очень уже аккуратно просто совсем немножко наливаете золотой краски ну вот у меня вот такая золотая это тоже акрил кстати я ее просто совсем чуть-чуть вот на допустим вот на такую какую-то крышечку да я совсем чуть-чуть наливаю я совсем чуть-чуть уже уже новым чистым как вы понимаете спонжем я совсем чуть-чуть ее обмакиваю даже сначала пробую немножко лишнюю краску убираю на бумаге на какой-то и потом вот такими осторожными осторожными движениями я начинаю наносить вот эту сверху золотушечку чтобы она была только как бы по поверхности вот этой вот рифленой поверхности понимаете да я к сожалению сейчас не буду этим всем заморачиваться я хочу вам другой вариант показать еще так как у нас скоро пасха друзья вот вы знаете я никогда не делала это просто я хочу сейчас первый раз прям с вами проэкспериментировать я хочу нанести вот этот вот замечательный хрусталь наш то есть фарфор извиняюсь фарфор попробовать нанести на яйцо представляете что я что я вытворяю вот вареное у меня уже яйцо готовое я что-то захотела его как-то декорировать оригинально может быть не так как всегда и попробую кая подумала я вот как его держать конечно это в общем будет проблема я так думаю но все равно я хочу попробовать вы знаете кто не рискует тот не пьет шампанского попробую кая вам видно попробую кая сделать яйцо на пасху у нас еще до пасхи осталось три дня может быть я вам конечно видео не смогу сразу выложить но ой 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 я попытаюсь показать вам а смогу ли я декорировать вы знаете вот может быть даже кто-то умнее чем я догадается каким образом это яйцо удержать в каких-то кисочках я не знаю в каких-то штучках чтобы нам чтобы она конечно полностью покрывала не знаю очень маленькая поверхность и может быть даже может быть даже я погорячусь что я решила так украсить яйцо но все-таки я хочу рискнуть и попробовать вместе с вами сейчас попробуем кисточки надо после каждого раза смывать потому что на них налипает эта краска это шпаклевка но вот что я давайте попробуем как вы видите все равно получается получается красота но здесь то я не хочу их ну хотя можно конечно тоже красить закрасить вот эти промежутки которые получаются здесь главное то что я держу пальцами и как потом быть вот с этими моими отпечатками по бокам отпечатками пальцев вот вы представляете друзья что я придумала я никогда такого не делала это мне просто пасха навеяла но все равно видите у нас получилась поверхность вот это правда немножко яйцо я не остудила все тороплюсь тороплюсь у меня немножко красочка плывет шпаклевочка наша плывет ну здесь можно наносить столько столько раз мазюкать вазюкать сколько вам хочется во представляете получилось яйцо такое вы знаете я нашла у меня есть вот такая подставочка специально для яйца я поставила его сушить и конечно посмотрите я вся извоскалась это с такими маленькими штуками конечно сложно вот я его поставила я думаю оно же еще высохнуть у нас должно я его поставила и вот этот верх тоже хочу вот так вот зарисовать будет у нас фарфоровое яйцо ну я не фаберже конечно как вы понимаете но главное что идея я думаю вам ясна да а потом когда оно высохнет оно высыхает довольно быстро просто на следующий часу если вы на ночь оставляете на следующий день вы смотрите оно уже высохло ну вот если вы можете потом его покрасить в любой цвет только не варить конечно а просто покрасить кисточкой даже может быть акварелью а может быть просто вот золотое сделать яичко как я вам уже сказала какой-то пыльцой золотой да то есть то есть вот творите друзья вот мне сегодня просто в связи с тем что пасха наступает мне навеяло а попробую-ка я вам показать поверхность обработанную яйца а вообще конечно это вот для такого любую поверхность даже некоторые насколько я знаю у нас друзья вы знаете что делают стенки вот так стены ну то есть маленькие какие-то вот такие вот пространства где-то перед камином над камином бывает знаете там вокруг обои допустим а здесь делают такую рамку и в рамку вот нанести эту шпаклевку и вот так красиво вот этот узор вы знаете это просто получается супер вот поэтому дерзайте я вам показала как применяется эта история как применяется шпаклевка с клеем ПВА надеюсь вам понравилось надеюсь вы все поняли усвоили сожалею что я не показала в самом момент окраски но уже тут тут я показываю вам то что у меня есть под рукой а на этом друзья мое видео заканчивается всего вам доброго увидимся пока 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 пока